Здравствуйте! Вы смотрите программу «Про город» и сегодня у нас в гостях участники фестиваля таланта и творчества «Карнавал звезд Рио». Он состоялся 1 июня в нашем городе при поддержке торгово-развлекательного центра «Рио» и первого городского телеканала. Три месяца, более 400 участников и ни одного проигравшего. 1 июня в Нижнем Новгороде прошел настоящий карнавал. Карнавал талантов. На сцене торгово-развлекательного центра «Рио» блистали восходящие нижегородские звезды. Певцы, танцоры и артисты оригинального жанра прошли через тернии отборочных туров и получили право выступить на гала-концерте. Каждый участник вызывал уникальные эмоции, а само шоу было неповторимым по яркости и зрелищности. Кстати, все конкурсанты выступали в поддержку благотворительных акций, проходящих в День защиты детей. Ну а средства, собранные во время концерта, направлялись в благотворительный фонд «Дети без мам». В этой программе интервью с участниками карнавала звезд «Рио». Ну что ж, участников у нас сегодня будет очень много. Разных, интересных, ярких, поэтому предлагаю не откладывать знакомство с ними. И начнем с участников, которые выступали в номинации «Оригинальный жанр». Это акробатический дуэт «Энигма», очаровательные девушки Елизавета и Наталья. И Алексей Шишулин, он выступал с шоу «Мыльных пузырей». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Давайте, чтобы немножко сразу зрителей погрузить в атмосферу фестиваль, попросим девушек буквально пару трюков каких-то изобразить, и дальше уже я с вами пообщаюсь. И пока вы готовите, тогда, девчонки, расскажите, что будете такое делать, чтобы мы понимали. Это равновесие. Равновесие. Так. Вот это ничего себе. А вот девушка, которая сверху, может ли она разговаривать сейчас? Помогу. Вот каково это, висеть в такой позиции? Довольно комфортно. Комфортно? А та, которая держит? Да мне тоже ничего. Тоже ничего. Так, ну супер, девчонки. А сколько нужно учиться, чтобы вот так в трунку вытянуться? Ну, вообще все зависит, конечно, от человека, но мы вместе работаем около четырех лет. А помогает в жизни это как-то? Ну, конечно. Сила выносливая. Спорт апрер помогает в жизни. Это умение добиваться целей и ставить. Вопрос тогда ко всем. Вы участвовали в фестивале в торговом центре Рио, карнавал звезд Рио. Скажите, ну вы уже, судя по всему, артисты бывалые. Скажите, вот этот фестиваль вас впечатлил? Ну, то, как я выступал, мне показалось, что людям понравилось. Вот это впечатление у меня достало. Что зал отреагировал, зал. То есть публика была хорошая такая? Да, вполне. Ну, здесь, в принципе, зависит не только от публики, но от тебя как-то ее заводишь, как ты с ней общаешься. Потому что мыльные пузыри-то, конечно, да. Но в отборочном туре я выступал с номером, так называемый, сам его придумал, сам его назвал. Это шоу воздушных шаров, как бы с него началось. И уже на гала-концерте выступил с мыльными пузырями. Ну, просто чтобы не повторяться, чтобы людей было чем удивить. А давайте теперь сделаем так, чтобы наши телезрители тоже отреагировали бурно. Давайте тогда сейчас продемонстрируйте нам какой-нибудь фрагмент из шоу мыльных пузырей. Да, ну что ж, приступлю. Давайте, Алексей. Удивляйте. Да, номер обычно начинаю с того, что показываю свою родную такую дополнительную программу. Назвал ее шоу мыльных пузырей голыми руками. Ну, в общем-то, название говорит само за себя, что все делается, в общем-то, голыми руками, да. С помощью рук. Это, знаете, попробуйте сами. Да, ну, в принципе, при желании все это можно сделать самому дома. Когда писали сценарий, ну, я потратил, наверное, месяц на то, чтобы... Алексей, вот простите, я вас перебью. Вот у меня прям сразу вопрос. Вот я сейчас домой приду и мылом руки намажу. Вот у меня так получится? Ну, не совсем. Я думаю, что сначала есть смысл полазить по интернету, найти любой типовой рецепт мыльных пузырей, да, это... То есть, все не так просто, как кажется? Ну, на самом деле, ничего сложного. Это вода, глицерин и плюс либо шампунь, либо моющие средства, либо еще что-то. То есть, простой рецепт, как бы, он ничего с собой такого секретного-то, в общем-то, не представляет. Это уже, конечно, не получится просто так сделать. Но при, скажем так, фантазии определенной, можно сделать что-то неподобное, да? Ну, можно сделать что-то вот даже вот такое. Наверное, в детстве у вас мыльные пузыри были любимой игрушкой, я так понимаю, да? Нет, на самом деле, к мыльным пузырям я пришел не сразу. Я очень долгое время... В детство, получается? Занимался видеооператорством, вот, но так получилось. Ну, глядите, вот маленький трюк, немножечко прервусь. Раз, получается несложно, но достаточно эффектно. На двери и самый яркий, самый такой... Можно продолжить вот с помощью вот такой веревочки, которая, в принципе, есть у каждого дома. Вот как-то вот так вот получается. Достаточно просто. И они уже изначально получаются очень большими. А можно сделать вот как-то вот так вот. Ну, немножко не получилось. Ну, что ж, Алексей, спасибо вам большое. Пожалуйста. Девчонки, я думаю, тоже массовое впечатление и эмоции получили. Но я думаю, что у нас самое время познакомиться со следующими участниками. Ну, что ж, вот оно, чудо телевидения. Буквально только что сидели у нас одни гости в студии, сейчас уже другие. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что вы одни из самых юных участников этого фестиваля. Вот скажите, волнение какое-то было, когда на сцену выходили? Да. Ну, в самом начале этой песни очень-то прикольно. Ну, вот расскажите, вот выходите на сцену, да? Сначала захватывает волнение то, что, допустим, будешь забывать слова, а потом идет как всегда. А бывало такое, что слова забывали? Да. Да. Не бывало? Нет. Миша. Да. Рассказывай. У тебя было, расскажи, как ты, выкручивался ты из этой ситуации? Никак. Танцевал просто. Просто танцевал. Ну, вот скажите, каково вам было, вот давай, может быть, та и тебя спрашивала, каково было выступать на фестивале? Ну, выступать было очень легко и свободно, но перед началом, конечно, да, было немного волнительно. Затем выходишь на сцену, там уже публика, она тебя поддерживает, и как-то уже все. Ну, тем не менее, вот фестиваль сложный был для вас, как конкурс? Ну, конкуренция, конечно, была, да, можно было соревноваться. Ну, вот как-то получилось все хорошо. Может быть, вам этот конкурс дал, ну, друзей новых, какое-то продвижение в жизни? Познакомилась с некоторыми людьми и, конечно же, дала опыта очень много, потому что конкуренты были серьезные, и очень понравилось с ними соревноваться, честно, более. Давайте, знаете как, поскольку вы представляете у нас все-таки номинацию «Вокал», не могу не попросить, наверное, вот Таисию, знаешь, у тебя фамилия такая прямо звучная, да, Громогласова. Все-таки от всех от вас представить вашу номинацию и что-нибудь нам небольшой фрагментик исполните с того произведения, которое ты на фестивале пела, чтобы мы все-таки поняли, насколько ты Громогласова. У черного моря на милых причалах красавицы-чайки встречают восход. И ласковый ветер я знаю о чайках, о чайках-подружках за нас пропоет, и ласковый ветер я знаю о чайках-подружках за нас пропоет. Вот я чайка России, а ты Украины, садимся мы вместе на гребне морском. Ну что ж, вот к нам присоединились уже следующие участники фестиваля. Ребят, здравствуйте. 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 Чем вас зацепило, впечатлило, что ли, участие вот на этом фестивале? Ну, на самом деле, очень много было новых каких-то открытий для себя. Во-первых, это определенно какое-то для себя такое маленькое достижение, потому что конкурсантов было очень много, и это для себя опыт определенный. Вот. И много друзей, конечно же, новых появилось. Вот, да. Вы сдружились, да, с участниками фестиваля? Прежде всего, да, вот, как бы, это такой, ну, вот, творческий конкурс, да, то есть это такая эмоциональная разгрузка в первую очередь. То есть, во-первых, знакомство, как уже сказали, потом вот эта аудитория, которая тебя слушает, то есть это поддержка, то есть ты понимаешь, когда ты вот выступаешь, что зрители, которые находятся вот в зале, они тебя поддерживают, и это, как бы, дает такой кайф, то есть такой творческий кайф, как бы, так называемый. Я так понимаю, вы планируете свою жизнь дальнейшую с вокалом, с пением тоже связывать, да? А какие вот планы такие вот прям грандиозные, чтобы? Ну, я вот, я, я бы вот хотел на журналисты, я лично, то есть я, как бы, творчество, для меня это, как бы, хобби. Ну, я, если честно, вот так вот, я поюсь четырех лет, занимаюсь профессионально, и, конечно, вокал, музыка, это вообще моя жизнь. Я собираюсь поступить, попробовать в Российскую Академию имени Гнесиных на эстрально-джазовое отделение, потому что, ну, джаз, это вообще мое. То есть ты джаз представляешь? Да, очень обожаю джазовую музыку. Некоторые, а ты? Да, я пою песни, которые больше мне нравятся, в основном это американская эстрада, также армянская эстрада я пою, да. Я не отклонилась к какому-то определенному жанру. Какая вот песня услышится, и ты ее сделаешь, ты ее заработаешь для себя, чтобы она стала твоей. А давайте попробуем что-нибудь такое изобразить совместное. Вы ведь представляли все каждые себя сольно на этом фестивале. А вот сейчас давайте организуем такой мини-творческий союз в рамках нашей передачи. Что-нибудь коротенькое и яркое. Давайте песню «Мы вместе» это из Евровидения песня. А, знаю, знаю, да. Давайте, давайте. О-о-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о-о, не разлей вода. О-о-о-о, чтобы радость сердце не остыла. О-о-о-о, рядом ты и я. Ну, слушайте, я просто аплодирую, ребята, молодцы. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я думаю, что вот эта репетиция, которая сейчас состоялась, может быть, зря не пройдет, и вы дальше будете каким-то образом сотрудничать. Ну, а сейчас самое время пригласить следующих участников фестиваля «Карнавал звезд Рио». Это будет Артем Самофалов, Макарова София и Матвеева Даша. Ребят, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, знаете, прям уж извините, не могу не обратить сразу внимания на Дашеньку. Даша, скажи, сколько тебе лет? Шесть. Тебе шесть лет, и ты уже в свои шесть лет на конкурсах выступаешь. Да. Какая ты умница. Скажи, что ты пела для нижегородских зрителей? Тучку. Тучку пела. А ты можешь нам сейчас ее тоже спеть? Очень хочется послушать. Вот какая тучка была, по небу веселая плыла. Вот какая тучка была, в небе голубом она жила. Дашенька, спасибо тебе большое. Ребят, насколько я знаю, вы выступали в номинации дуэта. Да. Каждый из вас. Но вы не совместно. У вас у каждого свой дуэт был. София, скажи, я вот насколько знаю, ты сначала выступала самостоятельно. Но потом, такой у вас интересный эксперимент получился в процессе фестиваля, да? Да, мне предложили петь дуэтом с Надеждой Масловой, солистой оперного театра Нижегородского. Так. И мы сделали песню, и уже на галоконцерте я пела сольную песню и дуэтом. Как тебе вот это сочетание? Ты начинающая певица и уже такая маститая оперная. Ну, я думаю, для меня это огромный опыт. Я могу, так сказать, копировать некоторые элементы пения у Надежды Масловой, потому что она уже профессиональная певица, и пытаться повторить их, чтобы усовершенствовать свое пение. Хорошо, тогда, Артем, тебе вопрос. Вот скажи, все-таки в дуэте петь проще или сложнее, чем одному? Сложнее. Я однозначно скажу, что сложнее. Потому что ответственность... Когда ты исполняешь сольно, ты ответственен только за себя, за то, как ты выступишь. А в дуэте нужно учитывать не только то, как ты поешь, да? Ну, как бы... Это страх подвести, например, человека, с которым ты выступаешь, да? Иначе номер просто пойдет на смарку, и нужно учитывать эти моменты. Иногда в те моменты даже надо подстраиваться. Если ты чувствуешь, что ситуация выходит из-под контроля, нужно ее как-то отрегулировать. Можно считать, что вот этот фестиваль, корнавал звезд Рио, станет для вас какой-то отправной точкой? Что после него вы будете двигаться дальше по этой лестнице вокальной? Я думаю, да. Конечно. А какие уроки, может быть, для себя вы вынесли с этого фестиваля? Например, я урок вынес какой? Это то, что мало просто петь, да? То есть ты можешь отлично петь, классно, не спорю. Но нужно еще в каких-то моментах даже завести толпу. Нужно какой-то... Ну, конечно. Разы просто со сцены, да, он должен быть. И, соответственно, это дополняется какими-то там, ну, может быть, танцевальными, ну, какими-то номерами, да? То есть нужно вот... Это, кстати, было одно из первых замечаний, когда мы вот начали выступать, то, что мы просто стояли, пели. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое. София, я для наших телезрителей скажу, что мы ее сейчас потеряем ненадолго. В конце передачи мы ее еще разочек увидим. Ну, а с вами, ребята, я прощаюсь. Спасибо большое, что к нам пришли. И я теперь приглашаю в студию следующих участников фестиваля «Звезд в Рио». Это танцевальная школа «Дэнс Кул». Ну и сейчас я хочу пригласить в студию следующих участников фестиваля «Карнавал Звезд Рио». Они выступали в номинации «Хореография». Это ребята из танцевальной школы «Дэнс Кул». Ребята, здравствуйте. Привет. Я так понимаю, что, наверное, вы одни из самых многочисленных коллективов, которые выступали на фестивале. Помимо фестиваля «Карнавал Звезд Рио», был какой-то опыт выступления на фестивале? Да, очень много. Мы, как бы, наша школа «Дэнс Кул» устраивает всякие мероприятия, как в «Арт оф Дэнс». Там танцуют все районы, есть приглашенные гости. Поэтому такое многочисленное, как бы, мероприятие часа на два. И там сплошь танцы. Это прям классно. То есть со всего города, получается, к вам съезжаются танцоры, да? А это соревнования, да? Нет, это только показательные, но бывает такое же и соревнование. А вот именно меня интересует соревнование. Где-то вы выступали, показывали себе? У нас, мы участвовали в конкурсе ОРТО «Таланты». Это мы занимали также первое место. И второе, и третье. Ну, то есть прошли все ступени. Также к нам приезжали еще гости из других стран. Вот недавно у нас был конкурс «Волга-Чемп». Приезжали гости из Лос-Анджелеса. Это было очень круто. Потом мастер-классы. Также приезжали гости из Москвы, чтобы поучаствовать именно в этом конкурсе. Теперь тогда расскажите про фестиваль «Карнавал Звезд Трио». Показалось ли вам, что была жесткая конкуренция? Каковы были участники, с кем вы соревновались? Когда вот ты танцуешь в одном стиле и видишь, примерно, на том же самом карнавале тех же подростков и детей, которые танцуют в совсем другом стиле. Ты понимаешь, как много всего людей танцуют в разных стилях. И, конечно, начинаешь чувствовать вот это соперничество. Можете сказать вообще про Нижний Новгород? Ты говоришь, что смотришь на других участников, которые в других стилях танцуют. Вообще Нижний Новгород можно назвать танцующим городом? Да, можно. Потому что я, ну, например, если гуляешь по Покровке, даже там можно иногда увидеть танцующих людей. Я думаю, что у нас в городе, пол Нижнего Новгорода, это люди танцующие по-любому. А вы вот так вот способны, идя по Покровке, да, и видя как? Да, 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 да. Кстати, рядом вместе. Да, конечно. В танце это очень круто. Ты выражаешь свои эмоции просто, когда в танце, это нереально. Особенно если ты на сцене или еще где-то, ты уже прямо эмоционально заряжен. Ты идешь, слышишь музыку и начинаешь танцевать просто уже независимо. Ну, слушайте, тогда просто не могу не попросить вас что-нибудь такое сейчас изобразить, чтобы нас тоже зарядить вот этой энергией, которая из вас просто плещется, плещется. Хорошо? Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, а у нас сейчас уже готовы войти в студию наши следующие участники. Они тоже выступали в номинации «Хореография». Это ребята из танцевального коллектива «Патрики». Ну что ж, ребят, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, каково было вам выступать на карнавале «Звезд Трио»? Если честно, было сначала маленько страшновато, но потом, когда танцевали, нам сказали, что все нормально было. А почему было страшновато? Чего волновались? То есть жюри первый раз выступаешь, как бы страшно. А у вас это был первый танцевальный опыт на соревнованиях? Нет, у нас еще, мы уже выступали. Просто первый раз. В Рио. Волнение. Смотрят тысячи. Какой же артист без волнения, короче. Каждый выход, ну правильно, так и должно быть. Так, ну скажите, а дальше, после того, как этот фестиваль завершился, вы планируете двигаться по танцевальной лестнице? Конечно. Вы сейчас, может, танцы новые какие-то учите? Ну, будем учить, а то так дома сидеть, вязать скучно будет. Вот, если состаримся, все равно будем смотреть диски, там что-то еще делать, вспоминать молодость. А почему вот вы решили вообще пойти на танцы? Не петь, например, да? Ну, петь, у кого-то не получается петь, а танцевать... Танцевать получается у всех. У кого-то просто под музыку, как-то ритм, ритм, ритм. Да, слух есть. И танцевать, как бы, весело, задорно, можно, даже если ты не танцуешь, да. Можно свои какие-то движения придумывать, новый танец придумать, добавить во что-то. То есть, а в песне там слова, там надо будет песню саму переделывать. Ну, что же, ребята, давайте тогда мы сейчас посмотрим на ваш номер в тельняшках, который называется «Патрики». И дальше позовем в студию следующих участников фестиваля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы ненадолго прервемся. У нас впереди много интересных и ярких гостей. И вот, что вы увидите во второй части. Ну, петь у кого-то не получается петь, а танцевать... Танцевать получается у всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж, вот снова как по волшебству в нашей студии появились очередные участники фестиваля «Карнавал Звезд Трио». Итак, я представляю Эльвиру Кавригину, Вилкову Анастасию, Жаркову Карину и Артага Тадевасяна. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Как же получилось, что в вашей группе, группа такая смешанная, Артаг у нас певец, девчонки танцуют. В карнавале «Звезд Трио» выступать было сложно, но тяжело было выступать на публике. Может быть, вообще первый раз выступает? Нет. Не первый, то есть... Снимаюсь пятый год, у меня как бы... А лет тебе сколько? Одиннадцать. Одиннадцать? Уже пять лет танцуешь? Ну, солидно, солидно. То есть, опыт выступлений был уже перед жюри на большой публике, да? Да. А какие результаты были? Расскажи, ну... Меня всегда призабыли. Первый, второй, третий места. То есть, поражений пока не знаешь? Ну, иногда так было. На чемпионате мира у меня были поражения. На чемпионате мира ты выступала? Ничего себе! Это что за чемпионат мира? Почему? Во восточном танце. Артак, ну, давай тогда я тебе вопрос задам, поскольку ты среди девушек один у нас молодой человек. Скажи, вот именно в номинации «Вокал» конкуренция сильная была? Да, достаточно сильная была. Ну, у многих были очень красивые голоса, очень мощные, и было трудно с ними соревноваться. А так, знаешь, по секрету скажи. Все-таки из участников, да, из тех, кого ты видел, кто лучше пел? Девушки или молодые люди? Ну, во-первых, молодых людей было намного меньше, чем девушки. Так. Вот. Ну, нет, все были хороши по-своему, мне кажется. Ну, а скажите, вы дальше свою судьбу связываете именно с творчеством? Ну, так-то, допустим, с пением. Или вот пока это вот сейчас хобби? Нет, я... Ну, я хочу поступить вообще в музыкальную консерваторию, вот, и связать свою жизнь с музыкой, с вокалом, вот. А какие-то планы есть творческие уже дальше? Может быть, есть какой-то конкурс или фестиваль там, да, крупный, к которому ты уже сейчас готовишься? Ну, вообще, я готовился полететь в Италию для выступления там, в фестивале, вот. Он где-то будет в августе, вот. Набереваюсь туда полететь и занять первое место. Как бы больше и больше. То есть тебе нравится выступать, и ты будешь в этом направлении двигаться? Какой у тебя следующий турнир ждет тебя? В Анапе. В Анапе. Когда он будет? Он будет в июне 22-го или 20-го, что-то такое. Ну, в общем, уже недалеко, поэтому надо уже готовиться. Да. Ну что ж, тогда давай мы, Настя, тебя попросим, раз ты в Анапе скоро будешь выступать и представлять Нижний Новгород, покажи нам какой-нибудь красивый танец, чтобы мы знали, за кого будем болеть. В джунглях и в поднебесье, птичьи гомонных лад. Жизнь интересней, танцы из песни, празднуем мы карнавал. Ну-ка ярче станцуй нам, ну-ка звонче за бой. Сбрось свою маску, поверь в эту сказку, рот и ганушу открой. Ну вот, к нам в студии присоединились очередные участники фестиваля «Карнавал Звезд Трио», которые представляли номинацию «Хореография». Это Александр Файзулин, Байрамова Эльмира и Гаджабабаева Сабина. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ребята, скажите, вот какие ваши впечатления от карнавала «Звезд Трио»? Много эмоций, ну, конечно, я очень волновалась, думала, не пройду, но я рада. Я, когда выступала, было столько народу, и вот когда где-то выступаешь, всегда непривычно, потому что это новая обстановка и столько конкурсантов. Когда я пришел вот в Рио, когда я увидел, сколько там количества людей, много вообще, ну, сначала был как-то волновался за это, но потом, как сказать, вышел на сцену, ну, у меня как нахуйну атмосфера. Я перед собой не видел, ну, людей, я видел только, ну, чувство свою музыку и ритм. Уже, думаю, телезрители наши заметили, что вы не просто так пришли к нам уже в образах. Давайте посмотрим все-таки на ваши номера красивые. Наверное, давайте мы начнем с Эльмиры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, спасибо, Саша И теперь, я думаю, что перейдем к Сабине Тем более, что ты у нас победительница фестиваля Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, ребят, спасибо вам большое Очень красивые, яркие номера Желаю вам, конечно, дальше двигаться в вашем направлении Ну а мы продолжаем и сейчас пообщаемся с организаторами этого фестиваля Ну что ж, Ирина, давайте теперь пообщаемся с организаторами этого замечательного фестиваля Я приветствую у нас в студии Лаврентьеву Ирина, руководителя отдела рекламы ТРЦ Рио Храмову Лилию, председателя жюри «Карнавала Звезд Рио» И руководителя компании «Бьютифул Арт Групп» Ну и Агапи Микаэльян, пиар-менеджера торгового центра Рио Девушки, здравствуйте! Ну, давайте, Ирина, я с вас начну Вопрос вам задам С какой целью вообще проводился этот фестиваль? Его задумка какова? Ну, основной целью, даже, так скажем, идеей этого проекта Была, значит, дать как можно больше возможностей для реализации нашим участникам Используя ресурсы нашего торгово-развлекательного центра А это все-таки сценическая площадка И рекламные наши возможности, организационные И наличие широкой аудитории, да Конечно, много реализованных уже людей, таких профессионалов к нам тоже приходило Но я думаю, для них тоже немаловажно, да, контакт с аудиторией Это оттачивает мастерство, формирует образ участника Для нас это все-таки такая главная задача Дать, вот еще раз повторюсь, больше возможностей для реализации Плюс ко всему, мы же не ограничиваемся только, да, концертом Мы прилагаем к нашему проекту дополнительные, да, возможности Вот, например, после нашей съемки, да, у нас для всех участников будет предлагаться фото-проект Я звезда, поэтому мы просто содействуем в развитии, в продвижении наших участников То есть мы такой небольшой трамплин Ну, мы тоже надеемся Давайте, ну, вот, может быть, я Агапе сейчас спрошу Вот Ирина сказала, что разные приходили участники, подготовленные и не очень Вот как кастинги проходили? Кастинги, на самом деле, да, были очень-очень интересные Потому что были неформальные группы к нам приходили И профессионалы, непрофессионалы Непрофессионалы Маленькие дети приходили Было очень интересно, потому что люди все разные Номера все разные, индивидуальности Лилия, а вот скажите, можно назвать Нижний Новгород городом талантов на ваш взгляд? А поэтому и появилась идея как раз этого конкурса, потому что Нижний Новгород – это город талантов И их нужно показать? Их нужно показать И нужно показать не только в нашем городе, но чтобы еще о них узнали в других городах Потому что, в принципе, идея и появилась Потому что ребята, они выступают на разных площадках А мы как раз хотели создать такой конкурс, который объединить их Да, объединить, показать, познакомить Кстати, о городах Ведь все-таки Нижегородская область в очень много городах принимала участие И даже из какого города? Из Владимирской области к нам приезжали люди То есть, на самом деле, реально это получило такой широкий охват А вот как в таком случае, когда все участники сильные, да, вот как вы говорите Как же вот вы их отбирали? Вот если поставить себя, мы бы могли на место членов жюри Ну, изначально, видите, у нас две категории Мы поэтому сразу изъявили Отдельно профессионалы, отдельно любители Вот И, естественно, и уровень оценки был немножечко разный Мне даже было сложно отличить иногда любителей от профессионалов Ну вот, я так вот иногда заглядывала в судейский листок, думаю, боже мой, что это, по-моему, профессионал Я смотрю, нет, категория любителей То есть у вас задача тоже была непростая? Очень непростая И мне Мне хотелось наградить, конечно, всех По поводу наград Ирина, тогда не могу вас не спросить Что же завоевали? Какие главные призы были, да, на вашем фестивале? Да, но я хотела бы немножечко продолжить Вот предыдущий вопрос Хотелось бы, может быть, немножечко сместить акценты конкурс к конкурсу Но все-таки я бы больше позиционировала наш проект как фестиваль, да, фестиваль творчества и таланта Когда у всех желающих есть возможность выйти на сцену и продемонстрировать свои возможности Самореализация, какой-то новый этап, новый уровень – это для нас гораздо важнее, да Поэтому мы будем продолжать дальше развивать это направление А по призам, конечно же, мы всех поощрили Ценные призы, ну, это бытовая техника Это различные ценные сертификаты на посещение развлекательных зон нашего торгово-развлекательного центра Это и кинотеатры, и выставки И специальный приз Так Я тебя не договорила Конечно же, торгово-развлекательный центр РИО очередил свой собственный приз Приз симпатий И это был планшет Мы его присудили Даниле Шибонскому, нашему гостю Из Держинска Очень трогательно спел он свою песню И, конечно же, у нас такой За время проекта появился свой талисман Экзотическая рыбка Ой, рыбка, не рыбка Попугайчик, птичка Которая выступала под звуки музыки с мультфильма РИО Конечно же, это Белкова Анастасия Мы наградили ее тоже призом Она действительно стала талисманом нашего проекта И всего нашего торгово-развлекательного центра Ну, слушайте, а когда ждать следующий тогда карнавал звезд? Потому что уверен, что и участники, которые уже принимали участие И, может быть, те, кто просто посмотрел со стороны Теперь тоже хотят заявить себя для участия Когда он состоится и когда можно подавать заявку? Второй этап фестиваля состоится Сам кастинг состоится 14 сентября в 15.00 в торгово-развлекательном центре РИО Ну и первый отборочный концерт состоится уже 21 сентября в 14.00 А какие-то были для вас неожиданные открытия творческие? Да, конечно Ну, на самом деле, каждый участник это открытие в своем роде Действительно, о новой сцене человек раскрывается всегда по-новому Но для меня лично таким сюрпризом шикарным, да И вот Лиля сейчас о нем подробно расскажет Это был такой сложившийся дуэт Нашей, мы ее так уже назвали Крестили оперные дивы Софьи Макаровой И солистки Академического театра оперы и балета Надежды Масловой Просто шикарное выступление, они подготовили специально Ну, Софья нам уже рассказывала, да? Да, 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 для нашего финала То есть, когда такие дуэты складываются Это просто, ну, мы убеждаемся, что мы все-таки делаем, наверное, правильные вещи Помогаем людям идти дальше развиваться Ну, вот тогда в подтверждение этих слов Предлагаю пригласить к нам в студию Софью Потому что мы обещали, что она перед нами выступит Давайте мы ее пригласим и послушаем ее прекрасный голос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok